Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылки из Китая. Перед тем, как начать сегодняшнюю распаковку, хотел сказать, что ни в коем случае не покупайте вот эту терку для ног, для педикюра. В первую очередь, когда вы трете вот этой частью пятки ногу, выскакивает вот эта металлическая хреновина и можно порезать об эту кромку ногу. Это первое. Второе. Это просто обычный кусочек наждачки, который приклеен на ручку. Сама ручка очень сильно гнется, она не ломается, но она абсолютно неудобная. Это шлак, он уходит в помойку. А мы начинаем. Первая посылочка из нашей распаковки. Абсолютно невесомый пакетик. Внутри находятся вот такие стикеры от комаров. Обязательно сегодня их потестирую. Сегодня, завтра. Как раз сейчас самое стоит жара. Посмотрю, будут на меня комары нападать или нет. Вот. Заказывал эту штуковину уже второй раз. Первый раз меня китайцы подвели, ничего не прислали. Правда, вернули деньги за товар. Но там стоят какие-то копейки. Поэтому то, что они вернули, даже если бы не вернули, я бы не расстроился, если честно. Так. Здесь что-то очень плотненько упаковано. Сейчас посмотрим. И здесь находится целая куча вот таких неодиновых магнитиков. Штук 50, наверное, насколько я понимаю. Вот такая колбаска. Они маленькие, буквально 3 или 4 миллиметра в диаметре. Для чего их заказывают? Делать различные поделки, приклеивать на какие-то картинки, фотографии, все что угодно. И тогда можно повесить будет это на холодильник. Приклеиваются с помощью термоклея, либо суперклея. В общем, кто на что гораст. А мы продолжаем и вскрываем посылочку с надписью Light. И нас здесь встречает вот такая лампуля. Что у нас продается в магазинах лампочки, что это. В принципе, наверное, все то же самое. Как она светит, пока не могу вам сказать. Потом посмотрим. Подключим ее в какой-нибудь светильник и узнаем, яркая, не яркая, стоит ли нет. А вот еще один магнитик, кстати. Пусть висит у меня здесь на ножике. Потом разберемся. Открываем очередную посылочку. Опять малюсенький какой-то пакетик. Хайпанем немножечко. Да, сейчас меня все будут хейтить. Гляха, задолбали эти спиннеры. Что вы творите? Но успокойтесь. Это спиннер, который стоит 20 центов, насколько я помню. Это самый-самый-самый дешевый спиннер на Алиэкспрессе. Да, качество выполнено, конечно, говененькое. Тут везде все какие-то задиры. Внутри, я так понимаю, не подшипник стоит, а вообще ничего нет. Просто он болтается. Ну, из категории, что можно купить, если у вас есть лишних полдоллара. В этой посылочке нас встречает купончик от продавца, 5 звезд. Спасибо за покупку. И прикуриватель в машину. У меня мой родной прикуриватель куда-то убежал. Причем убежал в неизвестном направлении. Я решил себе приобрести новенький с Алиэкспресс. Вот такая штуковина со стразами Сваровски. Даже, может, это алмазы какие-нибудь. Но это не точно. В принципе, достаточно такая солидная штуковина. Не всегда просто есть в наличии под рукой зажигалка. Я достаточно заядлый курильщик. Вот это поворот! Также курил в машине. И иногда не хватает этого прикуривателя. Так, а здесь нас встречают вот такие очички. Упаковано, как вы видели, совсем-совсем говененько. Просто кусочки поролончика и ничего более. Никакой защиты. И, в принципе, они, вы знаете, доехали абсолютно целыми. Вот такие очки. Стоили что-то в районе доллара. Даже, возможно, чуть дешевле. Если честно, я не помню. Первое впечатление, что они какие-то слегка мутные. Может быть, потому что я сижу в достаточно темной комнате. А может, это очки такие. Возможно, надо будет протереть немножко их какой-нибудь тряпочкой. Но, в принципе, вот так с виду они мне достаточно нравятся. Не зацикливаем на очках внимания. И переходим к следующей посылке. Я, кстати, заказывал две пары очков. Одни с желтыми стеклами, а другие какие-то были другие стекла. Приехала только одна пара. Потом посмотрим. Может быть, они второй посылочкой мне их пришлют. Так. И здесь у нас автомобильная тематика. Это вонючка в машину. Надо открыть пробочку аккуратненько. Деревяшечку закрываем. Наклоняем, пропитываем веревочку. Пропитываем. И веревочка пропиталась. Деревяшка эта тоже, кстати, пропиталась. Ах, приятный запах лимончика пошел. Здесь имеется вот такая штучка для регулировки. Шнурок. В принципе, знаете, обычный такой маленький шнурочек. Из ботинок каких-то китайских достали. Запах ненавязчивый. Даже больше не лимон, а цедра лимона. Что-то такое. Но, в принципе, достаточно приятный. Люблю, когда в машине после Курьева приятно пахнет. Поэтому использую различные вонючки. В том числе и с Алиэкспресс. А все это я покупаю при помощи кэшбэк-сервиса ЕПН. И сэкономил уже достаточно хорошую сумму денег на следующие покупки, которые покажу обязательно вам. Так, здесь нас встречает какой-то дельфинчик ночничок. Нет, это не ночничок. Это штуковина для купания в воде. Да, закинули ее в воду, контакты друг друга споймали, и он начинает у вас светиться. Я думаю, моему ребенку, младшему, эта штуковина очень сильно понравится. Хотя и старшему понравится. Они любят друг у друга все отжимать. А мы переходим дальше. И здесь нас встречают антишурупы. Мне почему-то так захотелось их назвать. На сегодняшний день эта фигня встречается, наверное, у всех-всех-всех распаковщиков. Все доставали, показывали. Вот, смотрите, приехал вот такой наборчик. Вам пригодится эта штуковина обязательно дома, по хозяйству. Но все, кто их распаковал, они их положили, закинули, подарили, отдали. Я постараюсь в ближайшее время испортить каких-нибудь пару саморезов. Ну, возможно, даже одного, я думаю, хватит. И с помощью этой фигни попробуем его выкрутить. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. И у нас осталось две последних посылочки. Я так понимаю, что здесь, наверное, тоже очки. Да, и вот это вторые очечи, которые прислал мне продавец. Зачем он заслал мне двумя посылками? Понятия не имею. Заказ я делал в одно и то же время. Берем те очечи, эти очечи. Они абсолютно одинаковые, отличаются только по цвету стекляшек. Кстати, эту идею можно померить и сейчас прямо мне посмотреть на себя через эти очечи. Знаете, достаточно неплохо. Мне нравится. За такие денежки, сколько они стоят, я счастлив. И не жалко, если поломаются, потеряются. Я хочу сказать, что само затемнение, вот это зеркальное на стеклах, влияет на то, как в них вы смотрите, на окружающий мир. То есть в этих очках в данный момент более все такое серое, а в этих немножко такое более красочное, яркое. И открываем последнюю посылочку. Посылочку на сегодня, естественно. И нас здесь встречают носочки. Да, это вот очередной продавец, как с этими очками, который решил сделать мне две посылки за один раз. Я заказывал, кто смотрел предыдущее видео, носочки, следочки. Это у того же продавца, я заказывал три пары таких, три пары тех. И точно так же мне заслал те, и спустя вот сколько, неделю приехали эти. Заказ был в одно и то же время. Так. Что мне на первый взгляд кажется? Они отличаются по цвету. Да, отличаются. Носки заказывал одинаковые, но закончился серый цвет в станке китайском, и они решили мне еще подогнать вот такую одну пару. Может даже это и модель чуть другая, потому что здесь резиночка такая широкая, здесь резинка какая-то маленькая. Может это даже и размер другой по факту окажется. Да, на полсантиметра меньше. Ладно, носки вещь такая, не мне так кому-то пригодятся. Обязательно комментируйте видео. Хочу увидеть как можно больше лайков. Ну, даже если будут дизлайки, я не обижусь. Главное, напишите почему. И я с вами прощаюсь. Пока! Продолжение следует...